Кто-то воспользуется этой шансы, кто-то услышал, кто-то пойдет на домашнюю группу. Я набирал домашнюю группу уже на сентябре. В сентябре у меня уже начался следующий набор домашних групп, домашней группы. Так что кто еще не поднял заявление, кто еще не поступил в УСУС на АГУ, то есть возможности будущего вокруг нас. Кто-то надо двигаться, надо начинать считать. И, конечно, может кто-то пойдет выучить английский после этого. Здравствуйте, Ирика. Здравствуйте. Израиль. Израиль. Априветствуйте, Ирика. Ну, не знаю. К счастью, к сожалению, уже 30 лет в Израиле, да. Ну, не знаю. Для меня Киев, Украина все равно это моя родина. Здесь мой дом, здесь мои родители жили сейчас. Отцовский дом родителей и его мой дом. И я здесь все свои каникулы провожу. Потому что у меня каникулы не отпуск. У детей каникулы. У меня как-то приучитель хореографии. Два месяца у меня отпуск. Никто не оплачивает, но приходится от этой жары убегать. И я беру, конечно, в дом свой. Ну, что-то еще сказать. Я, к сожалению, не член официальной вашей церкви. К сожалению. Как-то говорится, Господь меня нашел 22 года назад. Да, еще никогда не было посольства. Но уже было начало филосферон, и меня туда привели. А уже потом, как говорится, у меня нет, так сказать, у меня семья духовная в Израиле. Церковь Живая Вода. Там мои наставники. Там, как говорится, все, что поставляет, направляет меня. Но у меня... Вот каждая церковь – это как дом родной. Но что связывает меня с посольством, я не знаю. У меня до святой долгие годы, долгие годы, очень долгие годы, через моих наставников домашней группы, которые меня познакомили с учением пастора Сандея. Я еще тогда... Только первой были проповеди. Еще такой был акцент. Я говорю, Господи, да что ж такое? Я не все понимаю, что там говорится. Я еще сама владельцем была. Но мне тогда так было очень, очень, очень это все дело притягивало. И я много слушаю, я много читаю. И приезжаю в Киев, и у меня все сонки, и у меня очень много друзей из посольства. Вот. Но самое большое учение, где вот мое наставление, мой рост – это как раз учение пастора Сандея. Это просто слава, вновь тут загорелось. Просто это просто предметик. Это такая благодарность, что... Ну, вы просто не все ощущаете здесь. Вы как? Ну, накушались. А где? А где? Здесь немножко голодовка, такая духовная. То это просто, это огромное благословение. Поэтому я уже долгие годы, я просто приезжаю сюда на месяц, на два. Я приезжаю, постараюсь попадать на все собрания. Купаюсь в благодать. Купаюсь в благодать. Купаюсь в небеса, потому что над Украиной открытые небеса. Я это ощущаю. Потому что в Израиле там огромное давление, это строительство. Там очень тяжело быть христианином. Это там гонение, там конкретная, вот серьезная атмосфера. Духовная атмосфера очень тяжелая. То есть очень тяжелая. Если там вас где-то туда погнали, то еще не узнаете, что погнали. Там меня соседи уходят, друзей, подруги лучшие уходят. Вообще там все очень серьезно. И давление сильное духовное чувствуется просто в атмосфере. Ну, как бы там, вы знаете, там рядом ни одной страницы, которые руки на всех, и руки на них. Так что это все, это противостояние между арабами и Ленией очень тяжелое. Сестра наша из Израиля тоже. У меня есть другая сестра из Израиля. Я не знаю, она есть сестра. Я вдруг ее видел, Шалека. Как ее называть? Галина Павловна. Галина Павловна есть? Есть. Есть Галина Павловна? Пусть я подойдет тоже. Ну, это в двух словах, что вам благодать. А я как бы пытаюсь, как бы, благодать себя не нужно. О! Галина Павловна. Подкладывать это самое и попокупаться. Так вот. Первое. У меня одна из самых продомашней группы. Они уже долгие годы собирают десятину вторую для служения пастора Сандея, для его вложения в книги. А вот это все нанести. Каждый год передаю через меня. Я вот привезла я туда. И хочу передать это семя. Именно вот в служении опорных людей. Потому что это я все закупаю каждый год. Распространяю это все. И, конечно, идет повода и очень много на учении пастора просто взращиваются. Взращиваются пастора. Взращиваются пастора. Взращиваются. Просто меняется. Меняется. Я была немножко на летнем посту, как позволила мне возможность. Потому что у меня ребенок особенный с рождения тоже со мной в этом году. Вот. И я удивилась одной магнитой. Никто не знал, что я пришла. У меня очень трудный период. Я получила результат у них хорошего анализа, который подтвердился. И я пришла просто вот в ногу. Даже не на пост. Даже не как бы просто пришла в ногу. Вот. Сам он подошел в большую церковь на Украине. И пастор Сандер вообще не ориентировал последний ретунг. И запомнил речь. Я сейчас повторю. Перемью. Я буду сейчас слова звать. Правда? Правда. Я сейчас вижу в туле, что кастрон совершает тварь. Но пока вы говорите, когда вы стоите, это святое место. Пока вы здесь стоите, я вижу Бог вам. Таи Тарфаны. Бог и Сына. Бог и Сына. Бог и Сына. Аминь. 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 Сынли. Аминь. Аминь. Именем Иисуса, я поражаю бальку на ДСП, паралищ, церебрянного паралища, осталось, я пилец, ты тут нечистик, именем Иисуса, отойди вон! Пусть ухудшение наступает прямо сейчас, пусть и сирене наступает прямо сейчас, Господь, Сына Госпредсения читает тело, голову, 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 души, яна, у материи, полное, прекосновенное и воскновенное духом сетей. Благодарим, Дубя Господь, за это чудо твое, во Имея Иисуса Христа. Аминь. Благодаря, могу ли спасибо. Сверждение моего мужа, у меня мужчина, Молиса, он у меня серьезный мальчик, кому есть секретарь компартии города Кали. А смешно, правда, но это немножко трагедия моей семьи, потому что это очень серьезный дух и очень, очень тяжело. Я хочу попросить с усерков, поддержать Ирину Ганешу и ее муж, очень известный человек, в политике, и кто, который вся страна знает, если он покается, если господинка с носа, то это будет действительно ваша слава Богу. Поэтому, поддержите Ирину, а я воспоминания за Изра, исполните Ирину. Ассо. Спасибо. 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 Спасибо.